Павел Николаевич, какие новости Совета депутатов Ленинского городского округа, которое на этой неделе опять состояло заседание? Ну да, они смешные, они каждую неделю, даже меньше, чем за неделю два раза, проводят заседание, внеочередные заседания Совета. Внеочередные заседания, потому что они могут организовать работу, и поэтому вопрос совершенно несрочный, выносит на Совет только, чтобы произвести Совет. Ну это когда в Совете же там есть два освобожденных гражданина, которые, ну такие, не могут организовать работу, но получают за это деньги. Ну и этот Совет состоялся, причем так интересно, в воскресенье, в субботу приходит информация, что в понедельник будет Совет и документы, то есть получается, что меньше двух дней на то, чтобы оценить вопросы в Совет. И я тут вспомнил анекдот, знаешь, есть такой старый анекдот, когда жена посылает мужа в булочную, вот, и говорит им, купи два батона. А он пришел, забыл как два, и говорит, дайте мне три батона, один не надо. И здесь такая же история, значит. Внеочередные советы собираются, как правило, по требованию главы, которые вносят в повестку дня вопросы, и просят их рассмотреть в неочередном порядке. Либо, по мнению, там группы депутатов, ну, по-моему, не меньше десяти их должны быть. Ну, естественно, Совет депутатов, поскольку у них нет таких трепещущих вопросов, не вносят, это глава. И вот глава пришел и говорит, хочу, чтобы вы рассмотрели четыре вопроса. А потом вдруг на Совете, когда уже за повестку дня проголосовали, говорит, ты знаете, а вот этот вопрос не рассматривайте, я еще не разобрался. Ну, зачем ты тогда его вносил? Он говорит, зачем ты сидел и молчал, когда повестку дня утверждали, не можешь сказать ничего. Вот это, как раз, новый глава, который только пришел на работу, но, судя по всему, ничем не отличается от предыдущих глав, которые, ну, скажем так, очень послушно им сказали что-то внести. Потом в последнее время сказали, ну, не вноси. Ну, и, конечно, вопросы снялись в повестке дня, один о консессии соглашения консессионных. Но на самом деле уже пришла информация, что еще одно заседание Совета, уже очередное будет 19-го числа, с одним вопросом о повестке дня, утверждение главы. Ну, какой смысл было-то собирать 12-го, если 19-го, собираетесь опять собираться в очередные вопросы. А вот что меня неприятно удивило, что, ну, есть какой-то порядок, например, фракция КПРФ в Ленинском городском округе, в Совете депутатов, попросила рассмотреть вопрос о увеличении выплат ветеранам войны, участникам войны, ну, в общем, льготным категориям граждан. Потому что у нас установлена выплата в 2 тысячи рублей единовременная, а мы предлагали 5. Тем более, что их становится все меньше и меньше, и это существенно на, скажем так, расходы бюджета не повлияет. И этот вопрос не ставят в поестку дня. Значит, мало того, даже не объясняют, почему. Ну, казалось бы, ветеранам надо поддерживать, это же не муниципальные служащие, которые все время поддерживают Совет депутатов и исполнительную власть. Ну, вот мы пытаемся добиться, чтобы этот вопрос включили, и тогда, может быть, нам повезет. Павел Николаевич, ну, ты в канун 9 мая, мы вчера проехали некоторые воинские захоронения, посмотрели, вопрос вы уже поднимали, ну, снег вставил, ну, сказать, что там стало чище, вокруг пакеты. Как вы на это, может быть, среагируете, как депутат? Не планируете обратиться? Понимаете, ну, вообще-то, на самом деле, исполнительную власть подгонять не надо. Ну, или есть граждане, которые им обращение пишут. А вот мы-то со своей стороны, я имею в виду, в нашем округе, многое делаем. Для того, чтобы, вы, кстати, видели, сейчас идет ремонт нашего обелиска, мы там решили положить плитку, значит, краску сейчас там сдирают. Я думаю, что к 1 мая мы закончим эти работы. Ну, а эти вот, скажем так, ребята, которые под лозунгом «главное не быть, главное оказаться», пришли на работу сюда, ничего не понимают, об этом уже неоднократно говорили. Ну, надеюсь, что до них достучатся жители деревень картинского сельского, так сказать, картинского округа, так называемого. И они начнут хоть что-то делать. Как вы будете голосовать, фракция, имею в виду, за главу или воздержитесь? Ну, во-первых, нужно вопросы ему задать. Ну, последнее вот это вот действие, когда мы начинаем задавать вопросы, просим о том, чтобы фракция КПРФ встретилась с главой, а глава не хочет, всячески уклоняется. Он готов встречаться со всеми, только не с фракцией КПРФ. Это в одном, что этот гражданин пока либо боится встречаться, не может ответить на вопросы, а если он некомпетентен, какой смысл его сделать главой? Но мы все еще ждем. До 19-го числа осталась еще неделя, поэтому надеюсь, что встреча состоится, и мы сможем задать ему вопросы. То есть до голосования нужно пройти? Ну, конечно, нет, мы надеемся на это. Ну, я боюсь, что, понимаете, там уже такая ситуация. Большинство в Совете принадлежит Единой России и ее спойлерам. Ну, или там, таким людям, которые якобы самовыдвиженцы, на самом деле вышли при поддержке Единой России. А сам этот кандидат тоже принадлежит Единой России. Если почитать интервью, которое он давал в том месте, где он раньше работал, в Можайском, Красковом Уку, конечно, так слезы наворачиваются на глаза, и там больше вопросов, чем ответов. Ну, личного общения нет. Посмотрим, что он будет говорить при выдвижении, что там будет вообще. Ну, боюсь, что я, например, считаю, что надо голосовать против. А как фракция решит, ну, это все обсудим. Ну, демократия — это, конечно же, правление от имени большинства, но с учетом мнения все-таки, да. И КПРФ — это фракция, которая также сформирована людьми, то есть там находятся представители, и как-то игнорировать и не общаться — это что-то, ну, даже не рабочий процесс какой-то. Мне кажется так. Опять же, мотивы какие. Эти главы, которых назначает губернатор, он фактически их назначает. Хотя вроде как будто система в движении, голосования Советом депутатов, ну, мы прекрасно понимаем, кто ставит на должность этих глав. Но он предлагает губернатор, да? И вступало за то, чтобы вернуть обратно выборность глав. Чтобы, конечно же, чтобы выборность была прямая, тогда человек хоть как-то что-то обещает людям, которые живут на территории, и, соответственно, потом с него можно спросить. Сейчас он ничего никому не обещает, в том числе и того, что он обещает губернатору быть абсолютно лояльным. Но интересы губернатора не всегда совпадают с интересами народа. Ну, а если губернатор еще, не дай бог, его родственники занимаются каким-нибудь бизнесом, например, строительным, и командует там фирмой какой-нибудь самолет, то интересы родственников губернатора прям расходятся с интересами жителей. И у губернатора возникает конфликт интересов, есть такое понятие. Когда с одной стороны его родственники строят на территории, а с другой стороны надо каким-то жителям объяснить, почему ему строят. Это отдельная песня, отдельный разговор о том, а зачем такое же личное строительство нужно жителям Московской области и конкретно Ленинского городского округа. Какой в этом смысл? Потому что если бы появлялись одно и не на рабочие места, то были бы налоги дополнительные. На эти налоги можно было улучшить жизнь на территории. Но жилье, оно налогов не приносит никаких. Ну, если не считать мелочи, там, налог на имущество, но он небольшой очень. А вот проблем, связанных с содержанием объектов, увеличением, скажем, количества школ, больниц, детских дошкольных учреждений, с дорогами, с экологией, огромные эти проблемы. Тогда в чьих интересах существует такая огромная застройка? Какой смысл в этом? Я понимаю, когда мы строили, мы решили вопросы, прежде всего, нашего коллектива. И сейчас все живем в новом, скажем так, улучшенном жилье. И расселили семьи наших сотрудников, и увеличивали им квартиры. В случае, если рождался еще один ребенок или два ребенка, и мы, соответственно, переселяли их в более, скажем так, комфортабельные квартиры. А вот в смысле строительства вообще огромных жилых массивов, вы видите, что у нас там в проекте генерального плана, там вообще застройка, то есть еще три или четыре района приедет сюда и будет жить. Причем она запланирована до 2024 года фактически, а строительство больниц, поликлиник, школу, все куда-то на 40-й год отнесено в соответствии с нашим генпланом или проектом генплана, который сейчас предлагается. И поэтому, когда олигархи от строительства заинтересованы в переводе земли, селькоз, не селькоз, а губернатор и вся власть, соответственно, поддерживает желание олигархов, а не желание жителей, то мы получаем вот то, что сейчас происходит. Поэтому это такой большой вопрос. Кто же должен все-таки поставить, ну там сказать «нет» застройки такого типа, значит, каким-то совершенно безумным проектом строительства каких-то дорог, потому что, ну, понимаешь, дорогу надо строить куда-то. Сейчас дорогу построить в Латкарино, например, какой смысл там, что в Латкарино есть рабочие места, там какие-то зоны отдыха, у Латкарино такая же проблема, как у нас. И поэтому построить дорогу для того, чтобы просто освоить деньги какие-то бюджетные, это бессмысленно. Еще другая цель, знаете, как говорят, Сибурдет, симуляция бурной деятельности, что якобы идет работа. Это еще Салтыков Щедрин писал, ну, правда, про железные дороги, что во всем мире железные дороги строят для передвижения, а в России для воровства, потому что строительство можно много украсть. Рекрасно. И поэтому это как раз та самая история, когда у нас для того, чтобы освоить какие-то средства, придумывать какой-то сумасшедший проект, который по большому счету, а потом выясняется, что никуда никому не нужен. Продолжение следует...